Главная цель ревизоров – понять, как учреждения предоставляют платные услуги и как тратят заработанное. В результате в отчете обозначилась сумма 53,6 миллиона рублей. Это деньги, которые клиники заработали с нарушениями или израсходовали не лучшим образом. Контрольно-счетная палата проверила три медучреждения области, в их числе областной онкодиспансер и областная клиническая больница. По стечению обстоятельств прокомментировать ситуацию журналистов сегодня там не смогли. Третья среди проверенных – поликлиника номер 7 в Зашекснинском районе Череповца, тоже в списке нарушителей. Главный врач с порога признается, мол, были недочеты. Оборудование, купленное на бюджетное средство, ноутбук и принтеры, использовали и для платных, и для бесплатных услуг. Были еще замечания. Потратили мы средства МЭС на ремонт оборудования, купленного из платных услуг. Как кажется, если мы покупаем из платных услуг оборудование, значит, мы должны из платных услуг оплачивать и его ремонт, и содержание, и так далее. Озабочены были депутаты тем, что попасть на прием или обследование по полису проблемно, а за деньги хоть завтра. За правдой мы пошли к пациентам. Ну, платные ни разу не предлагали. Ну, когда, если нет такой у них процедуры, то бывают, что отправляют куда-нибудь, направление не дают. У меня вот нога сломана была здесь, если у них нет этого, как и в рентгенах, ездил в первую городскую. Ну, допустим, мне нужно сделать МРТ, вот так естественно, тут платно пойдешь, доктор предложил мне. Это как бы мое согласие, и проходить платные линии. Проблема с кадрами есть, однако положенный период ожидания талона не превышает 10 дней, и говорят в руководстве поликлиники. В остальном ни очередей, ни иного недовольства мы не увидели. Скорее наоборот. Современная регистратура, отремонтированные коридоры, новое оборудование в каждом кабинете. Вот этот современный аппарат УЗИ стоит почти 4 миллиона рублей, и куплен он благодаря платным услугам. А вот используется исключительно в рамках ОМС. С помощью него и взрослым, и детям делают УЗИ сердца. Это очень востребованное исследование. Как выяснилось, доля нарушений в этом медучреждении совсем незначительная. Администрация умудряется не только улучшить материально-техническую базу, но и большую часть средств, заработанных от платных услуг, пускает на прибавку к зарплатам сотрудников. Как обстоят дела в областных клиниках, объективно судить не можем. Но проблемы без труда обнаруживаются на форумах в интернете. Вот что пишут об онкодиспансере. Больные приезжают из всей области, им даже переночевать негде. В поликлинике бардак. Почти все талоны платные к врачу. Откуда у простого смертного деньги? Это называется бесплатная медицина в России. Мне очень жаль их. В областной клинической больнице ситуация немногим лучше. В департаменте здравоохранения уже сделали выводы. Департамент может регулировать только ценовую политику на оказание платных медицинских услуг. В остальном же распоряжаться этими средствами учреждения могут по своему усмотрению. Это предусматривает законодательство. То есть функцию, скажем так, контролировать расходование этих средств мы не имеем. Тем не менее, областные парламентарии решили исправить и этот момент и предлагает разработать документ, регламентирующий расходование заработанных денег. Мы будем ставить вопрос перед правительством Вологодской области с тем, чтобы в целом по области выпустить организующий документ, согласно которому все знали, что на платные услуги можно такой-то объем выделять в помощи населению. И деньги, полученные в результате платных услуг, должны использоваться также в пропорциях. Не только на премию заработную плату, но и на ремонты, на приобретение нового оборудования. Не исключено, что именно седьмая поликлиника Череповца станет примером для других учреждений области. Виктория Пименова, Анатолий Холин. Новости. 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 Новости